Андрей Андреевич, почему в жизни моей получается так, что происходят одни и те же события, одно и то же невезение, как с этим справляться и что это такое? Отвечаю и на этот вопрос тоже. Очень часто наша жизнь это колесо одних и тех же испытаний, колесо одних и тех же ситуаций, в которые мы попадаем и так далее. Как это все устроено? Когда происходит какая-либо ситуация, человек ее может принять, эту ситуацию, и отпустить. И второй момент, человек может об этой ситуации думать и переживать подолгу. Так вот, если человек не принимает ситуацию, ругается, вредничает, то он ее отталкивает в будущее. Толкает, как будто это баскетбольный мяч. И эта ситуация в его жизни вновь происходит. Именно поэтому я часто говорю и даю такой совет. Если в вашей жизни появляется плохая ситуация, в ходе которой вы обижаетесь, злитесь, нервничаете, кричите, беспокойтесь, вредничаете, обзываетесь, критикуете, злитесь и делаете все, что вас раздражает, подолгу при этом думаете об этом и не хотите, чтобы это повторялось, поставьте тире и напишите. Это с вами 100% повторится. Что необходимо делать для того, чтобы ситуации не повторялись? Какая бы сложная ситуация не происходила, всегда говорите, это не важно. Да ладно, что страшного, пролетели, ага-га, забыли. И старайтесь максимально сосредотачиваться на том, чтобы об этом не думать. Если делать так, то ситуация не проявится. Если делать так, то ситуация не проявится. Хотите вы мне доверять в этом? Не хотите? Просто проверьте. Просто проверьте и во время того, когда в вашей жизни будет появляться ситуация, которая может быть неприятностями на работе, претензиями мужа, какими-либо ситуациями с сыном и так далее, старайтесь не отталкивать, что обозначает ругаться, это значит толкать, материть, толкать, критиковать, толкать, подолгу думать об этом, это толкать. Вы толкаете, это вновь и вновь будет происходить в вашей жизни. Вы должны деньги, вам должны деньги, вас оскорбляют, вы оскорбляете, что бы ни происходило, что вызывает у вас негативное состояние, всегда делайте так, ага-ха-ха, и что страшного, перелетели. Только таким образом могут решаться ваши состояния, и это самый настоящий эзотерический подход. То есть в эзотерике говорится о том, что вся наша жизнь – это колесо между рождением и смертью, и жизнь имеет некую такую колесообразную форму или круглую форму. И человек движется от момента рождения до момента смерти, и это является одной и той же точкой. Не было человека появился, а был человек исчез. То есть исчез он как бы в двери, которые называются в тибетской системе буддизма, называется калачакра-тантра, или чакрой, или местом, или дверью времени, где дверь открывается, и человек появляется, а после смерти дверь открывается, и душа человека забирается. И между вот этим всем находится жизнь. И эта жизнь, она фактически тоже в калачакра-тантре обозначается как некий зонтик, который в жизни человека идет. То есть каждое событие – это бусины или четки. И каждая бусина или четка, она должна пройти сквозь человека, то есть это обусловлено планетарными влияниями, или звездами, или астрологическим влиянием планет на человека. Его кармой отягощенные, его поступками, предпосылками, обещаниями, враньем или плохими поступками. И это все обычно выглядит так. Часть мы пропускаем через себя, потому что это жизнь, а часть мы отталкиваем от себя. Отталкиваем куда? Отталкиваем в будущее. Почему? Чтобы будущее вновь нам это дало. Поэтому не боритесь, принимайте, перелетайте и забывайте. Это то, что поможет вам тотально, наверняка и на 100% изменить вашу судьбу. Старайтесь в этом направлении, и у вас все получится.